Продолжение следует... Продолженность гормонотерапии тамоксифена было множество рандомизированных исследований, в том числе и метаанализ, который показал улучшение показателей как общей, так и безрецидивной выживаемости при применении тамоксифена. При появлении ингибиторов арматазм показано преимущество данных препаратов над тамоксифеном как в отношении безрецидивной, так и общей выживаемости, по крайней мере в течение 5 лет. Однако при более длительном наблюдении, как это показано в исследовании БИК-1-98, приблизительно через 14 и более лет вот эти различия, они практически не нивелируются. И все-таки достаточно ли 5 лет или иногда все-таки больше? И как показали исследования, все-таки риск рецидива после 5 лет лечения гормонотерапии, он все-таки сохраняется. И выше при обширном поражении оригинальных лимфатических узлов. Это говорит о том, что действительно риск высок и по всей видимости 5 лет в некоторых случаях недостаточно. Вот достаточно известное исследование АТЛАС, о котором уже говорил сегодня Владимир Федорович, которым участвовал в том числе МИЦ-онкология, показал улучшение выживаемости, как общей, так и безрецидивной, при пролонгированной гормонотерапии в группе высокого промежуточного риска. В принципе, практически то же самое было показано при назначении ингибиторов ароматазы. Единственное, здесь в большей степени касалось безрецидивной выживаемости, а на общую выживаемость не повлияло. Вот был представлен мета-анализ, практически 25 тысяч больных, вы видите, что назначение ингибиторов ароматазы, как пролонгированная гормонотерапия, приводится к снижению частоты рецидивов на 35%. Причем наиболее эффективной оказалась такая терапия при обширном поражении оригинальных лимфатических узлов. И в наименьшей степени сказалось при отсутствии такого поражения. Но 10 лет это все-таки много. Есть сопутствующие патологии, есть побочные эффекты, и есть ли необходимость все-таки назначения именно 10 лет. И вот приведено исследование ABCG-16. Это рандомизированные исследования после 5 лет гормонотерапии, которая включала либо тамоксифен, либо ингибитор ароматазы, либо было переключение с тамоксифеном на ингибитор ароматазы. И рандомизированные в две группы. Первая группа получала анострозол 2 года, а вторая анострозол 5 лет. Что мы получили? Показатели безрецидивной и общей выживаемости в обеих группах были практически идентичны. Однако частота риск переломов в группе анострозол 5 лет была выше. И, естественно, авторы делают вывод, что, по крайней мере, при промежуточном риске достаточно 7 лет вот такой параллогерной гормонотерапии. Была и небольшая группа в данном исследовании и больных высокого риска, и поэтому автору делает такую ремарку, что не исключено преимущество ингибиторов ароматазы 5 лет в группе именно высокого риска. Как к этому относятся эксперты Сангалин? Если это низкий риск, первая стадия, то действительно достаточно 5 лет. Если риск достаточно высокий, третья стадия заболевания, то здесь до 10 лет. Вот промежуточный риск, в который входит стадия вторая, в том числе и с поражением органальных лимфатических узлов, тут достаточно 7-8 лет. Место авариальной супрессии в алгоритме лечения. Хорошо известны исследования, текст и софт, где сравнилась одна эндокринная терапия, с комбинацией гормонотерапии, гормонотерапии плюс авариальная супрессия. И что же получено? Преимущественно комбинация гормонотерапии и авариальной супрессии при высоком риске рецидива. Это больные моложе 40 лет, это G3, повышенный КИИ-67. В том числе и оценено генетическое тестирование, генетический риск. В исследовании софт, помимо того, еще сравнивались и препараты на фоне авариальной супрессии. Тамоксифен против экземистана. И что мы получили в данном случае? Преимущество комбинации ингибиторов ароматазы плюс авариальной супрессии над тамоксифеном плюс авариальной супрессии. В каких группах? Это больные моложе 35 лет, которые получали химиотерапию. И больные, которые получали химиотерапию и остались пременопаузальными. То есть тоже группы высокого риска. Все это было подтверждено в метаанализе, в который в том числе входили исследования и софт, и текст. Здесь также показано преимущество ингибиторов ароматазы над тамоксифеном на фоне авариальной супрессии. В исследовании было включено более 7 тысяч больных. И вот сейчас на АСКО были представлены новые данные. Это практически 15 тысяч больных. Здесь уже было сравнение групп с авариальной и без авариальной супрессии. Вы видите, что существенное отличие в группе больных без химиотерапии. Или те, которые остались пременопаузальными после химиотерапии. То есть явный эффект авариальной супрессии в отношении снижения частоты рецидивов. И в отношении снижения смертности от рака молочной железы. Кроме того, интересный факт, что авариальная супрессия лучше работала в группе больных, которые не получали тамоксифен. Тамоксифен. Хотя и в группе тамоксифен, естественно, она тоже была эффективна. Но все-таки отличия были больше в группе без тамоксифена. И какие делают авторы, что преимущество аварийной супрессии. Это у больных, которые получали химиотерапию и остались пременопаузальными после химиотерапии. Это больные, которые не получали химиотерапию. И больные, которые не получали тамоксифен. В том числе больные молодого возраста. Но если сравнивать с исследованием софта и текста, то тут есть некоторые противоречия. Все-таки, потому что если вернуться к исследованию... Ой, извините. Есть некоторые противоречия все-таки с исследованием. Немножко данные тут разнятся. Поэтому вот эти данные метаанализа, он еще не опубликован полностью. То есть его еще нужно все-таки анализировать. Потому что здесь, по сути дела, они включили больных, которые получали химиотерапию, которые не получали химиотерапию. Их, конечно, этих больных надо как-то разграничить. Далее. Кому показана химиотерапия? Ну, понятно, что при лиминальном атом будут различные группы. Это группа низкого промежуточного и группа высокого риска. В частности, мы в нашей стране можем оценивать на основании чисто пораженных региональных лимфатических узлов, на основании степени злокачности. И в том числе на основании уровня КИИ-67. Хорошо известное исследование поэтик, которое оценило эффективность тестовой гормонотерапии в течение 2-4 недель и влияние на динамику КИИ-67 в ходе лечения. Вот было показано, что при низком КИИ-67 на фоне тестового лечения частота рецидивов колебалась от 4,5 до практически 9%. А при сохранении высокого уровня КИИ-67 практически 20%. То есть это говорит о том, что по всей видимости одной гормонотерапии тут недостаточно и должна быть еще химиотерапия. То же исследование известное, Теллер-Х, которое основано на геномном тестировании. Было 3 группы. Группы низкого, промежуточного и высокого риска рецидива. Ну, с низким и высоким тут понятно. Либо гормонотерапия, либо химиотерапия с гормонотерапией. А вот промежуточный риск тут не совсем ясно. Это такая серая зона. Что применять? Химиотерапию или химиотерапию вместе с гормонотерапией. Исследование показало, что, в общем-то, существенных различий в группах нет. За исключением больных моложе 50 лет. Вот тут явно были различия. Тут явно химиотерапия и гормонотерапия были более эффективны. И еще на прошлом с Ангалина Мартина Пикард представила свой доклад и показала результаты лечения больных с высоким клиническим, именно клиническим риском, но низким генетическим риском. И в трех исследованиях действительно было подтверждено, что у больных старше 50 лет, в принципе, даже при высоком клиническом риске, достаточно гормонотерапия. Однако у моложе 50 лет все-таки необходима химия гормонотерапия. Далее. Кому показана адюантная терапия ангибитором циклинзависимых киназ? О чем сегодня уже не раз говорили. Тоже известное исследование о монархе. Не раз уже упоминали сегодня. Данное исследование рандомизировано, которое включало больных с высоким риском рецидивы. Были рандомизированы на две группы. Первая группа получала абимоциклип и стандартную эндокринотерапию. Вторая группа получала только стандартную эндокринотерапию. И главной целью исследования было оценить выживаемость без признаков инвазивного заболевания. И необходимо отметить, что в данном исследовании в группу высокого риска входили, ну, во-первых, это больные с четырьмя или более пораженными лимфатическими узлами, либо было поражено от одного до трех лимфатических узлов, но должно комбинироваться с одним из критериев высокого риска рецидива. Это размер опухоли более 5 сантиметров, это третья степень гистологической злокачественности. Это первая когорта больных. Вторая когорта больных, она включала больных с высоким уровнем КИ-67, 20% или более. В то время как в первой когорте уровень КИ-67 не имел особого значения. И надо сказать, что вот как раз-таки вот эта вот группа риска, если мы даем только одну гормонную терапию, то по данным мировой литературы риск рецидива тут 30%. То есть достаточно высокий риск рецидива. И раньше мы говорили о только химиотерапии в такой ситуации. Что мы получили? Через два года наблюдения показатели без метастатической выживаемости, без признаков инвазивного рецидива были лучше в группе с абимоциклибом. И самое главное, что это сохраняется в течение четырех лет. И вот посмотрите на эту табличку, здесь оценка времени без инвазивного рецидива и без отдаленных метастазов прослеживалась на протяжении четырех лет. И в течение четырех лет сохранялся лечебный эффект во время всего периода лечения. Кроме того, был отмечен даже рост величины эффектов в отношении вот этих показателей, о которых я с вами говорю. Вторая когорта больных, где было оцелено влияние КИИ-67 на эффективность лечения. И в принципе показатели выживаемости без инвазивного заболевания были выше в группе с абимоциклибом. И разница между группами стояла 7,1% за три года наблюдения. Но три года, потому что несколько позже начали анализировать данную группу больных. Вторая когорта, где была, вернее первая когорта, где была произведена оценка влияния уровня КИИ-67 на прогноз заболевания и на эффективность терапии абимоциклибом. И вот было показано, что в принципе КИИ-67 действительно он является прогностическим фактором. Однако эффективность на эффективность терапии абимоциклибом не влияла. То есть абимоциклиб улучшил показатели выживаемости как при высоком уровне КИИ-67, так и при низком уровне КИИ-67. Важным фрагментом является оценка, конечно, нежелательных эффектов. В первую очередь это связано с тем, с возможностью отмены лечения этих больных. И второе, с возможностью коррекции лечения в сторону естественной редукции. И было показано, что коррекция дозы чаще применялась у больных пожилого возраста. Это в основном были пациенты старше 75 лет. Но, к счастью, на эффективности лечения это не сказалось. На данном слайде здесь три группы больных с редукцией дозы. И практически показатели выживаемости, они были идентичны во всех трех группах. Но если говорить о возрасте, то эффективность лечения была практически идентична во всех возрастных группах. Что моложе 65 лет, что старше 65 лет. Важным фрагментом работы являлась оценка эффективности терапии обимециклибом у больных, которые подвергались неодевантному лечению. Более того, это была произведена оценка отдельно. Даже есть статья, которая посвящена конкретно данной группе больных. Это актуально с той точки зрения, что сейчас мы говорим о не просто одевантном лечении, а говорим о постнеодевантном лечении. И когда мы говорим о постнеодевантном лечении, мы прежде всего думаем о херпозитивном раке молочной железы, о триждынегативном раке молочной железы. И вот такая вероятность появилась и при рецепторопозитивном раке молочной железы. Что мы получаем после неодиуантного лечения? Что в принципе терапия абимуциклибом улучшает показатели выживаемости без признаков инвазивного заболевания, в том числе выживаемость без отдаленных метастазов. Это достаточно серьезные результаты, которые позволяют действительно внедрить данный препарат не просто в схему одиуантного лечения, но в том числе и в схемы постнеодиуантного лечения. Более того, данная схема включена в золотой стандарт профилактики, диагностики, лечения, реабилитации больных раком молочной железы под эгидой РОМ. А в 2024 году включается и как постнеодиуантное лечение в том числе. Но если мы говорим об ингибиторах циклинозависимых киназ, конечно необходимо упомянуть исследование Натали, которое идет. Тут также больные высокого риска, которые были рандомизированы в две группы. Первая группа получала рибоциклип плюс ингибиторы ароматазы. Там возможно была авариальная супрессия по показаниям. И вторая группа ингибиторы ароматазы плюс в определенных случаях тоже ингибиторы супрессора авариальной супрессии. Что мы получаем? Мы получаем снижение риска развития инвазивного заболевания приблизительно на 25%. То есть эффект достаточно хороший. Понятно, что окончательных результатов пока что еще нет. Но тем не менее, вот это исследование Натали, оно не является копией Монарх-Е. Тут терапия длится 36 месяцев, а не 24 месяца. Кроме того, тут включены больные без поражения региональных лимфатических узлов. И вот таким вот образом сейчас и выглядят показания на значение аддеватной терапии ингибиторами циклинозависимых киназ. Пока что в рекомендации входит абимоциклип. Насчет Натали Пайка еще рано, надо дождаться окончательных результатов. Далее. Кому показана терапия парпангибиторами, о чем сегодня тоже говорили. Это хорошо известные исследования Олимпия. В данном случае я взял только фрагмент исследования. В том числе тут оценивалась эффективность при трижды негативном раке молочной железы. Сейчас речь пойдет о рецептор позитивном раке. Это также больные высокого резка. Была организация либо на лопорип, либо плацебо. Что мы получили? Получили не только улучшение показателей безрецидивной, без метастатической выживаемости. Но и показатели общей выживаемости также были лучше в группе лопорипа. Ну и точно так же, как и абимоциклип, одевантное лечение алопорипом входит в рекомендации. И с 2024 года будет в том числе входить в рекомендации, касающиеся постнеодевантного лечения. Тоже доказал свою эффективность. Ну и каким образом представляют эксперты Сангалин алгоритмы лечения рака молочной железы. Рецептор позитивный и хернонегативный. Так, первая стадия заболевания ТТ1АБ. Тут достаточно одной гормонотерапии. В течение пяти лет это достаточное лечение. А вот начиная уже с первой стадии, но Т1АБ, тут уже нужно дифференцировать. Высокий риск или низкий риск. Потому что если высокий риск, тут может уже дополняться и химия терапии. И ауриальная супрессия может дополняться точно так же, как и при второй стадии, но без поражения региональных лимфатических узлов. Если уже вторая стадия, но имеется поражение региональных лимфатических узлов, тут уже рассматривается, помимо химиотерапии, рассматриваются вопросы включения ингибиторов циклинозависимых киназ. А вот при третьей стадии заболевания, тут уже включается весь комплекс терапии. Тут и химиотерапия, ингибиторы циклинозависимых киназ и присоединяется еще и аллопориб. Вот так себе объедет алгоритм лечения в данном... Абемоциклип? Абемоциклип, да. А что я сказал? Нет, да, да. Аллопориб тоже. Здесь включен, да, я не ошибся. Аллопориб при поражении более четырех лимфатических узлов и аллопориб при наличии мутации генов БРЦ. И вот я сделал такую краткую вышимку, которая касается деэскалации и эскалации. Итак, деэскалация. Первая стадия опухоли менее сантиметра, достаточно гормонотерапия. Вторая стадия постменопауза. Здесь уже можно пролонгировать гормонотерапию, но достаточно 7-8 лет. То есть нет необходимости 10 лет. Вторая стадия постменопауза. Позитивные лимфатические узлы, но не превышают трех. Больные с высоким клиническим риском, в принципе, нуждаются, не нуждаются в адюнатной химиотерапии. Тут достаточно гормонотерапии и эвариальной супрессии. Здесь эскалация. Но третья стадия, это понятно, это высокий риск. Здесь уже, помимо прочего, рекомендовано пролонгировать гормонотерапию уже до 10 лет. Если вторая, третья стадия, но имеются факторы риска, что мы, либо тамоксифены с авариальной супрессией, либо это ингибиторы. Здесь преимущество имеют ингибиторы ароматаза. Вторая, третья стадия. Более четырех пораженных лимфатических узлов, либо до трех, но имеются факторы риска. Здесь уже, помимо химиотерапии, гормонотерапия, абимоциклип. Ну, если имеется еще мутация, то аллопориб на фоне других методов и гормонотерапии, и химиотерапии. Ну, это у меня такой вопрос. Какое демантное системное лечение необходимо рекомендовать пациентке 60 лет при рецептопозитивном хернегативном раке молочной железы, ПТ1Н2М0, без мутации БРСИИ? Коллеги, у вас на столах лежат карточки. Пожалуйста, каждый стол выберите ответственного, виноватого, кто будет поднимать карточку. И Владислав Владимирович может тогда прокомментировать. А какой индекс пролиферативной активности в задаче? А КИ-67 какой? Какой тип? КИ-67 сколько? Ну, в данном случае КИ-67 не имеет значения. Для бинального, для бинального. В данном случае я подскажу, тут больше, наверное, стадия заболевания. В данном случае. Ну, это вот я вижу Си, да, Эй. Ну, и что нам? Сихимиотерапия с последующей гормонотерапией и терапией. Абимоциклибом два года. Ну, вот, исходя из того, что я представлял, исследование монархии, из того, что предлагают эксперты Сан Галин, то современной терапией действительно является сочетание химиотерапии, гормонотерапии, бимоциклиб два года. Ну, конечно, когда я общался с искусственным интеллектом, конечно, над вопросом пришлось подумать и вставить, в частности, без мутации BRCA, потому что он тогда добавил еще аллопориб. Хотя, что касается аллопориба и комбинации абимоциклиба и аллопориба, таких исследований, понятно, еще не было, но, тем не менее, эксперты Сан Галин, они рекомендуют свою схему. То есть, в принципе, возможно аллопориб на фоне гормонотерапии, а потом уже присоединение абимоциклиба. При мутации, да, если есть мутация. Спасибо большое за очень интересное, содержательное выступление. Скажите, пожалуйста, по поводу мультигенной панели, риска прогнозирования рецидива у гормонопозитивных пациенток, там, в частности, 21-генная. Мы к этому близки? Или это еще вопросы о будущем? Потому что туда не входят те мутации, которые мы сейчас определяем. Да, 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 совершенно верно, потому что многие исследования, они учитывают действительно мультигенные сигнатуры и основываются вот, особенно в тех серых зонах, они основывают лечение как раз таки на оценке этих сигнатур. Но я думаю, что если Полтуев Руслан Маликович, он все-таки защитит диссертацию, и у нас будет какая-то панель, то тогда мы будем близки. Пока что мы нет, пока еще не очень близки, и должны оценивать, прежде всего, клиникой морфологические данные. Да, надо сказать, что вот так называемые сигнатуры, онкотайм-дэкс, например, они касаются только больных ранними стадиями, потому что остальные и так, понятно. Вот, поэтому, во-первых, ранние стадии и рецептор позитивный, астагинный рецептор. Ну, Полтуев Руслан Маликович, мы ждем, но там у него, на все типы, включая гормонозависимые, независимые, ну посмотрим. Спасибо.